Здравствуйте, ребята! Отгадайте загадку. Звонкий, громкий и прыгучий улетает аж за тучи, и на радости дворе звонко скачет во дворе. Правильно, это мяч. Сейчас существует множество мячей. Мячи сделаны из разных материалов, имеют свои размеры и формы, их используют для многочисленных игр. А вы знаете, откуда взялся мяч? И каким он был раньше? Мяч – одна из самых древних и любимых игрушек. Происхождение слова «мяч» связано со словами «мягкий», «мякоть», «мякиш». Во многих странах мяч не только любили, но и уважали. Например, в Древней Греции он считался самым совершенным предметом, так как похож на солнце. Греки шили мячи из кожи и набивали каким-нибудь упругим материалом, например, мхом или перьями птиц. В давние времена дети играли легкими мячиками из бересты или тяжелыми мячами, туго свернутыми из тряпок. Девушки шили мячики из мягких подушек, а внутрь вкладывали камушки, завернутые в бересту. Получался одновременно мячик и погремушка. С тех пор изобрели много мячей тряпичных, койлочных, деревянных, кожаных. Сегодня предлагаю смастерить вот такой мячик из бересты. Береста – это верхний слой березовой коры. Бересту нужно заготавливать с поваленных деревьев, ни в коем случае не наносить предприроде. Для работы нам потребуется береста, линейка, простой карандаш и ножницы. Мяч будем делать из берестяных полосок. Мастера называют эти полоски «лычками». Из бересты вырезаем полоски с помощью линейки и ножниц. Очень важно помнить о том, что темные черточки на бересте – чечевички – должны располагаться вдоль вырезанных полосок. Для того, чтобы ровно расчертить, потребуется помощь взрослых. Для мяча нам нужно вырезать много полосок. Чем больше мяч, тем больше лычек нужно сделать. Киналычек может быть разной. Начинаем мастерить мяч. Для основания мяча можно взять полоски покороче. Закручиваем лычку в клубок. Конец прячем, чтобы береста не раскручивалась. Если береста очень толстая, можно использовать клей ПВА для закрепления кончиков. Наматываем полоски на маленький берестяной клубок. Увеличиваем наш мяч до задуманного размера. Важно, чтобы каждый виток был плотным, иначе мячик может развалиться. Мячи разного размера готовы. Теперь можно с ними поиграть. Берестяные мячи легкие и прыгучие. Их можно катать, бросать, уловить. Ребята, теперь вы сами сможете смастерить мячики из бересты и поиграть с друзьями. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok